Три десятка самовольно построенных объектов, и это только в Бишкеке. Незаконные постройки растут, как грибы после дождя. Откуда у застройщиков такая уверенность, что наказания не будет, интересовал Салтенбек Таламбеков. Это трехэтажная пристройка из серии «Делаю, что хочу». Таким образом, председатель столичного ТСЖ Джомук Гламбуронов увеличил свою жилплощадь самовольно. Я строитель, я чисто кровный строитель с высшим образованием, я практический институт кончал. У меня есть те документы, я готов судиться, заявил Буронов. Он наверняка знает, что через самовольную пристройку приобретет право на собственность. Если дадут возможность, мы оформим. А у нас, если не дадут, это уже на их совести. Только на их... Я, например, не согласен с этим. Вы стеснете или нет? Нет. Таких пристроек в столице, да и в других городах республики сотни. Их с каждым годом все больше и больше. К примеру, многоэтажка на пересечении улиц Токтугула-Панфилова. Стройку приостановили. Хозяина оштрафовали на 20 тысяч сомов. Та же участь постигла и горе строителей в жилмассиве Куджар. Инспекторы уверены, что строительные компании это делают намеренно. Изначально они собирают лишь какую-то часть документов. Остальные добирают уже в ходе строительства. Даже если их нет, самовольные постройки снести будет не так-то легко. У инспекторов нет таких полномочий, как нет и своей технической базы. Мы предлагали увеличить штрафы до 20% от смертной стоимости. Максимальный штраф составляет 20 тысяч сомов на юридическое лицо по закону, по административному кодексу. Если этот штраф будет, допустим, в размере 200 тысяч сомов, застройщик прежде всего задумается, прежде чем начинать строительство. Стоит ли ему нарушать закон? Легче, наверное, оформить документы. Несовершенство нормативной базы ненароком дало лазейки для нарушителей. К слову, более 90% самовольно построенных объектов, скорее всего, будут узаконены, считает инспектор технодзора. Это, думаю, возможно. Если до такой стадии построены данные объекты, я думаю, возможно. Пока пристройку приостановили, до представления расширительных документов. Строительство – самая доходная отрасль. Масштаб, с которым в последнее время в Бишкеке развернулась стройка, требует систематизации законодательства. Государство должно выбрать, либо ужесточить ответственность вплоть до уголовного за нарушение строительных законов, или же упростить процедуру оформления документов на строительство. Систематизация касается и тех, кто самовольно строит к уже существующим домам пристройки. Таких нужно бить сомом, а строение нещадно сносить. И ради такой справедливой защиты закона надзорному органу пора бы уже дать и четко прописанные полномочия, и независимую техническую базу. Это, не дай бог, конечно, землетрясение. Алтамик Таланпиков, Азамат Кудратуктуев, Общественный Первый канал.